Слоны 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 всегда находятся со своей семьей, редко встретишь единкого гиганта, если такое случается то это явно потерянная особь, которая не смогла по каким-либо причинам догнать родственников, львы в свою очередь тоже не маленькие хищники, вес взрослого самца почти 250 килограмм, рост в плечах доходит до метра, длина тела вместе с головой составляет около 2 метров Мощные лапы и челюсти позволяют им охотиться на любого животного в саванне. Собираясь с толпой из нескольких особей, они выдвигаются в поисках пищи. Стоит заметить, что львы, особенно самцы, не всегда живут в прайдах. По мере взросления им приходится покидать семью и отправляться на поиски личных территорий. Одинокий лев никогда не будет охотиться на взрослого слона. Травмы, которые он получит в неравной схватке, будут мешать нормальному существованию кошки. И она может погибнуть. Крупное животное требует иной тактики от львов. Они не будут нападать на гиганта, если тот находится под защитой семьи. Хищники долгое время высматривают слабую или молодую жертву. Ждут момента, когда она отойдет в сторону, и тогда загоняют ее в заранее спланированную засаду. Львы нападают преимущественно сзади, запрыгивают на тело примерно 4 кошки. Они наносят слону многочисленные раны, стараются завалить его на землю. Один из хищников цепляется в горло, и это конец битвы. Если же говорить о равном поединке, то будет побеждать травоядный. Он выигрывает за счет своей массы и роста. Даже в случае нападения льва сзади, слон может начать вращение на месте. Он делает это с такой силой, что хищника по инерции просто отбрасывает в сторону. Да и опытный лев не станет в одиночку бороться с жертвой больше его в несколько раз.